До того, как Янго стал известен, он очень любил смотреть Человека-паука, представляя себя на его месте. И каждый Новый год встречал в костюме супергероя. Знаете, с космосом такие, скажите, мне идёт супер. До того, как Янго стал известен, ему удалось попробовать себя в карате, капуэро, большом настольном теннисе, велосипеде, роликах, джампере. И это далеко не весь список бывших увлечений. До того, как Янго стал известен, именно война, пришедшая в его родной город, подтолкнула Яна к карьере видеоблогера. Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня мы расскажем вам о жизни Янго до того, как он стал известен. У меня изначально была какая-то стратегия, я её придерживался. Популярный видеоблогер Ян Гордиенко, более известный в интернет-тусовке как Янго, родился в городе Краматорск Донецкой области, что на Украине, и на данный момент ему 17 лет. Родители долго спорили, как назвать своё чадо, и лишь через месяц пришли к общему знаменателю и дали, наконец, имя мальчику. Детство Яна проходило, как и у большинства обычных детей. В будни он посещал садик, а в выходные часто бывал в гостях у бабушки с дедушкой. С малых лет у Яна проявлялся интерес к съёмке видео. Правда, тогда ещё у него не было камеры, а был лишь фотоаппарат-мыльница. В школу мальчик пошёл без удовольствия, отношения со сверстниками складывались не очень. Однако это не помешало ему получать хорошие оценки. Как и многие дети, Ян посещал дополнительные занятия по английскому языку. Он рос очень активным ребёнком, и помимо школы, увлекался каратэ, капуэра, большим настольным теннисом, любил кататься на велосипеде, роликах, джампере и лыжах. У него было много разных увлечений, интерес к которым быстро пропадал, и дольше всего он занимался лишь одним видом спорта. Я достаточно долго играл в хоккей. Когда в семье появился компьютер, Ян втайне от родителей стал рубиться в Counter-Strike 1.6. Однако скорость интернета была не больше, чем у улиток, которых, к слову сказать, у Яна было несколько штук. Странно, почему они ему нравились, ведь у многих они вызывают лишь отвращение. Мальчик очень любил животных и периодически просил родителей заводить всё новых и новых. Однако ни одно из них, как и его увлечение, кроме кота Джулика, в доме Гордиенко подолгу не задерживалась. Я очень люблю животных и всегда просил родителей завести животного. Кого у меня только не было. И попугай, даже два попугая. Черепаха, большие улитки, которых я хотел разводить и продавать. Бизнесмен. В школе у многих одноклассников уже был высокоскоростной интернет, однако родители не слушали доводы мальчика и наотрез отказывались подключаться к нормальной сети. Тогда Ян решил эту проблему самостоятельно, взломав пароль от Wi-Fi соседа. Но это у мамы хакер. Интернет полностью перевернул сознание парня, ведь теперь он познакомился с YouTube и начал смотреть разные смешные видео. Чуть позже он познакомился с работами видеоблогеров и уже сам захотел снимать, однако понимал, что ещё не дорос до этого. И тут в дело вмешался случай. Когда парню было 15 лет, в его родной город пришла война, и родители, у которых на тот момент был ещё один сын Тихон, забрали детей и переехали в другое место. Не было бы счастья, да несчастье помогло и теперь. У Яна была масса свободного времени. Он днями просиживал в интернете и смотрел вайны. Работы некоторых известных вайнеров послужили Яну примером для подражания, и он решил тоже попробовать снимать. Меня как-то сподвигает, наверное, больше всего Пашу Никус. Он тогда был популярным в вайне, и вообще пик был популярности. Датой регистрации канала Янго на YouTube стало 3 октября 2014 года. Сперва Ян снимал на телефон вайны, которые шли банальной нарезкой, без какого-либо монтажа. В понедельник и пятницу на канале выходили развлекательные видео, а также летсплей компьютерных игр GTA, Minecraft, Counter-Strike и Geometry Dash. На создание ролика у Янго уходит в среднем 2 дня, не считая времени, затраченного на поиск идеи для видео. Он монтирует не только топовых, но и малоизвестных видеоблогеров со всего мира. И иногда, конечно же, не прочь позаимствовать чужие идеи. Что ж, это присуще многим видеоблогерам. Однако в оправдание Янго стоит сказать, что он не собирается грешить дополнительным заработком на некачественной рекламе товара. Но я не говорил, что будет полностью реклама на самом деле. Я говорил, что будет только качественная реклама. То, что, ну, никак не хочется предлагать людям то, что на самом деле ужасно, да, по качеству, то, что я сам бы не использовал. Но то, что я буду использовать сам, то я буду, в принципе, рекламировать. Относительно небольшая армия хейтеров, которая имеется у каждого популярного блогера, не доставляет явно особых хлопот. К обоснованной критике парень относится положительно и старается исправить в себе имеющиеся минусы. Неконструктивные же комментарии воспринимает с юмором. Я как-то сложил вот у себя на канале такую штучку, то, что мне настолько пофиг, вот, там, напишут, ты, там, гей, еще что-то. И меня это забавляет, это весело. Я там могу заскринить этот комментарий, какой-то постановит поржать. А вот когда пишут конструктивные критики, да, я ее читаю, я, естественно, отвечаю, я воспринимаю, как-то всерьез, куда-то что-то изменить. Целью Янго было за короткие сроки достичь миллиона подписчиков. И стоит отметить, ему это удалось. Также в его планах был переезд в Москву, и окончив 11 классов, Ян перебрался в столицу. На данный момент Янго довольно известный в интернет-среде видеоблогер, и совсем скоро ему исполнится 18. За два года существования число подписчиков на его канале перевалило отметку в полтора миллиона человек. Из маленького мальчика Ян вырос в достаточно знаменитого парня. Мой рост метр девяносто. Ян, дорог, как у тебя дела? Ну, вроде бы все нормально, а у тебя как? Да, я немного высокий. А что, вы не высокие, что ли? Ну, метр девяносто два. Число подписчиков на его канале также стремительно растет. Вот, естественно, радует тот факт, что звездная болезнь совсем не присуща Яну, и на других людей он смотрит свысока исключительно в силу своего роста. Просто я немного интересен людям, люди меня смотрят, и я поднимаю как-то настроение, но звездная всегда себя чувствует. Также в копилке Янго несколько совместных работ с известными видеоблогерами. А недавно видеопарни пробуют женские вещи в дуэте с Марьяной Ро стало самым просматриваемым видео на канале Яна. Эй, ботимейкер, шейкер, шейкер, шейкер. До тех пор, пока его не перебил пранк с песней. Кто? Блин, я серьезно вообще-то? Почему не могу расслабиться и просто танцать? Слушай, сразу ответил. Погоди, ты мне в любви признаешься? Это один из последних трендов YouTube, которые, как под копирку, успели проэксплуатировать практически все топовые видеоблогеры. Также Янго заявил, что собирается ввести на своем канале познавательную рубрику. Правда, пока такой тенденции совсем не наблюдается. Что ж, посмотрим. А пока пожелаем Яну дальнейшего успеха и научиться, наконец, снимать видео без пересвета. Йоуфа, гликтос, с вами Янго. И сегодня мы продолжаем тестировать меня на мой IQ. Это была история Янго. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.